Приветствую вас. Прежде всего хочу, чтобы вы поняли, жена ваша ушла не просто так, вот у вас были причины, причины очевидно были серьезные для нее и соответственно нет смысла возвращать вашу жену, если вы не уверены, что причина больше не побеспокоит, допустим, вас. Да? То есть, если вы не уверены в том, что причина, по которой ваша жена от вас ушла, больше не повлияет на ваши отношения, то лучше вам ее не возвращать. Это первое. Второе. Второе. Значит, чтобы показать, чтобы показать вашей жене, что вы, грубо говоря, изменились, необходимо время и фундамент. Необходимо время и условия. Чтобы она поняла, чтобы она поняла, что вы действительно изменились. Вот. Поэтому сейчас вам необходимо для себя поставить цель отношения с женой нормализовать именно на уровне дружеских взаимодействий. То есть, чтобы ей с вами было комфортно, чтобы ей с вами было комфортно, хотя бы просто общаться. Вот. И дальше вы ей уже покажете, что вы поменялись. Вот. Дальше вы ей покажете уже, что изменились. Дальше вы подемонстрируете здесь, что вы выводы сделали правильные. Вот. И, соответственно, больше такого не повторится. Статус, вот. Не повторится больше того, что заставило ее уйти. Ну, грубо говоря. Да? Вот. Это то, что вам необходимо для себя понять. Ну, а дальше, дальше вам необходимо поработать над собой. Потому что я полагаю, что именно вы стали причиной проблем, грубо говоря, вашей жены. Вот. И раз вы вы стали частью ее проблем, то, вероятно, вам же, по-видимому, значит, и меняться. Вот. Ну, а там дальше уже, в принципе, и придут и любовные отношения. Очень важно вам определить для себя, почему вы хотите ее вернуть. То есть, конкретно для чего вы хотите ее вернуть. Очень важно это понять. Потому что от мотивации, от вашей мотивации ее вернуть, зависит на самом деле очень многое. Вот. Очень многое зависит. Сказать, если вернуть ее для себя, скорее всего, ничего не получится. Если будете, ну, если будете меняться, если будете стремиться поменяться, вот, но будете это делать тоже для себя, то есть, если будете делать это для нее, то ничего хорошего не выйдет. Если вы пытаетесь вернуть свою жену, да, для себя, потому что вам это нужно. Ничего хорошего из этого не будет, не будет. Вот. перемены, которые вам нужно будет сделать. Изменения, которые вам нужно будет реализовать. Это изменения для вас. Понимаете? Это изменения именно для вас. Вот. Исключительно для вас изменения. Если вы сомневаетесь в том, что вы хотите меняться для себя, если вы сомневаетесь в том, что вам нужно меняться самому, а делать вы это готовы только для своей жены и для того, чтобы ее вернуть. То лучше даже не начинайте эту историю, ничего хорошего из этого не выйдет, к сожалению. Вот. Ну, просто потому, что стоит, стоит вашей жене не принять вашу позицию, стоит вашей жене Если вы хотите отказаться от принятия вашей позиции, то вы тут же вернетесь обратно на исходное положение. Скорее всего. А отказ? А отказ, скорее всего, будет. Вот. Потому что ваша жена сразу вам не повернет. Вот. Вот. Примерно так вам и можно будет сделать. Конечно, обязательно нужно провести анализ всех ваших проблем, которые есть в отношениях, чтобы обратить внимание на те трудности, которых, может быть, вы не замечаете сейчас на данный момент, но которые не становятся от этого менее значимыми. Вот. И после этого, опять же, только после этого, да, уже можно будет говорить о каком-то возвращении. Короче говоря, короче говоря, вернуть без каких-либо решений, причем не простых решений, да, а именно таких вот обеспеченных решений, то есть чтобы решение было обеспечено. Вот. Ну, у вас не получится. Это однозначно. Поэтому я думаю, что вот именно так вам можно ответить на ваш вопрос, который вы задаете. На этом все. Я надеюсь, что помог вам. Если у вас остались дополнительные вопросы, вы можете задать мне их в личку. Я буду рад вам помочь. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен. Если сделаете его лучшим, я желаю вам всего самого доброго и удачи. Спасибо.